Любой штрафной удар можно разыграть по-разному. Некоторые команды предпочитают точный удар. Другие – не менее точную передачу. А вот те команды, о которых пойдет речь в этом видео, свои штрафные разыгрывали так, что у их соперников не оставалось никаких шансов спасти свои ворота. Бесплатные эксклюзивные прогнозы, а также 30-процентная скидка на платное при использовании промокода GOALNET. Ссылка и информация в описании. Начнем мы с чемпионата мира 1994 года, в четвертьфинале которого Швеция встречалась со сборной Румынии. На 78-й минуте игры шведы получили возможность пробить штрафной вблизи румынских ворот. Но ни удара, ни даже передачи не последовало. Вместо этого шведы разыграли мяч так, что оставили в дураках всю румынскую защиту. В минуту 34, на 2-й минуту, экипа у нас была сюрпризна с этой комбинацией. Вместо того, чтобы экзекутировать Шварц, экзекутировал Ингесон. Спустя 4 года на следующем чемпионате мира сборная Аргентины в матче против Англии разыграла свой штрафной почти так же, как и шведы в 94-м. Но розыгрыш аргентинца все-таки выглядит более выверенным и точным. Ну что он сказал, уступите в аттестуте? Нет. Берон делает передачу. Как здорово! Такой потрясающий гол. Такой великолепный пас Берона. Какая интрига. Какой удар Капьера Санетти. И какой зевок английской обороны. Вы сейчас посмотрите еще раз, как зевнули защитники сборной Англии. В марте текущего года в матче группового этапа Кубка Либертадора с отличным розыгрышем штрафного удара отметились футболисты аргентинского рассинга. Автором гола стал Брайан Фернандес, который поразил ворота перуанского Спортинг Кристал. В 2013 году Парма в матче с серии А обыграла на выезде Палермо за счетом 3-1. Причем все свои 3 гола крестановцы забили в последние 8 минут первого тайма. Нас же интересует самый первый из них, который был забит после умело рассчитанного розыгрыша штрафного удара. Ну и на первое место мы поставили просто идеальный розыгрыш штрафного удара в исполнении Реал Солд Лейк в матче МЛС против Коламбус Грю. Если уж говорить о розыгрышах штрафных ударов, мы просто не могли не вспомнить великого Мэтта Летити. И этот гол не вошел в наш топ лишь потому, что забит он исключительно благодаря индивидуальным способностям Мэттью. Все увиденные вами голы были забиты в матчах самого высокого уровня, национальных и мировых чемпионатах. Но все-таки самое интересное и порой странное розыгрыши штрафных происходят в низших дивизионах и в тех лигах, где футболисты не боятся рисковать, потому что в случае неудачи мало кто увидит их провал. Поэтому в качестве бонуса мы покажем вам лучшие из них. Начнем с довольно известного розыгрыша в исполнении команды из 4-го немецкого дивизиона Рот Вейс. Стоит отметить креативность ребят, но вот с такой-то точностью удара почему нельзя было пробить сразу? Немцам стоило бы поучиться искусству вводить в заблуждение соперника у американских студентов. Ладно, движемся дальше и здесь у нас удар, которому обзавидуется и сам Мэтт Летисиэ. Окей, технически у нас здесь свободный, а не штрафной удар. Но кому какая разница, вы только посмотрите, как эти японцы решили его разыграть. Согласитесь, это самый командный гол, который вы когда-либо видели. Но если предыдущий розыгрыш был странным, то что же можно сказать насчет этого? Этот парень пиздец какой тупой! И в завершении лучший штрафной удар в истории футбола и, к сожалению, в таком плохом качестве. А как же хотелось посмаковать этот момент. И это все, что у нас есть на сегодня. Надеемся, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какой розыгрыш штрафного вам понравился больше всего. Также посетите нашу группу ВКонтакте и, конечно же, baddefismaster.ru, чтобы получить бесплатные прогнозы.